В Владивостоке стартовал первый в своем роде фестиваль татуировок. Лучшие мастера со всего Дальнего Востока собрались здесь, чтобы представить свои свежие эскизы и показать мастер-класс в работе с живыми моделями. Вместо кистей у этих художников иглы, вместо холста живые люди, готовые часами напролет сидеть неподвижно, превозмогая боль. Кто-то приехал сделать первую татуировку, а кто-то десятую. У многих моделей нелегко отыскать свободное место для нового рисунка. Всех их объединяет одно – желание выделиться, украсить себя и чтобы получилось как можно оригинальней. Двенадцатая. Двенадцатая? У меня все друзья зато ровные. Мне тоже захотелось. Мало боли. Есть неприятные места, а есть даже приятные. Не скажу, что прям супер больно. Что-то такое. Все терпимо. Как переносишь? Плохо переношу. Но красота требует жертв. Я люблю пиратов. А место просто самое подходящее. Как переносишь? Отлично. Поспать успела. Ну вот началось как бы постепенно, маленькие татуировки. Ну, грудь пришла идея просто вечером. Просто думаю, дай-ка забьюсь целиком. Написал мастеру, говорю, так и так, давай сделаем эскиз. Масштабный фестиваль начался с обычного опроса в соцсетях. Организаторы тогда спросили у татуировщиков, готовы ли они выйти из своих квартир и салонов, чтобы собраться вместе и вынести свое ремесло на всеобщее обозрение. Этот клич разошелся большим количеством репостов, которые получили массу откликов. Единогласно было решено. Фестиваль нужен. Осталось только организовать. Мы решили попробовать, но до последнего никто в него не верил серьезно. Думали, что мало что получится и приедут только местные. И когда полетели заявки на тату-фестиваль с Хабаровска, с Комсомольска, с Сахалина, когда появились первые партнеры Запада, мы были вообще в жутком восторге. И я думаю, что самую главную цель мы добились. Инициатива организаторов вылилась в масштабное нашествие. На фестиваль приехало почти 60 мастеров из разных уголков региона. Они состязались в конкурсах татуировок, которые проходили в нескольких номинациях. Это и авторская работа, и графика, реализм, олдскул и ньюскул. Судили конкурсантов признанные мастера из Санкт-Петербурга и Хабаровска. Для многих молодых талантов это стало хорошим поводом раскрыться и показать себя. Благодаря фестивалю Владивосток раскрыл себя с новой стороны. Идея вообще давно была такая, потому что таких, как сказать, культурных мероприятий этого плана в городе не было еще. Были какие-то такие короткие, типа там, тату-ночь в одном клубе, в другом. Но вот как фестиваль, съезд мастеров с разных городов, такого вообще в принципе не было. Несмотря на популярность и эстетическую привлекательность татуировок, сами мастера рекомендуют своим моделям хорошо обдумывать решение украсить себя таким образом. Ведь имея на открытой части тела подобные рисунки, их носитель усложняет или навсегда закрывает себе путь во многие профессии. Например, в правоохранительные органы или банковское дело. Запрещено это также в отношении людей, представляющих лицо компании. Например, бортпроводников авиарейсов. Илья Клименко, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.